Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет начинаем читать книгу пророка Захарии. После некоторых предварительных замечаний, сделанных на нашей с вами прошлой встрече, переходим к чтению самого текста. И, как всякая пророческая книга, эта книга начинается, книга Захарии, с надписания. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господня к Захарии, сыну Варахину, сыну Аддаву, пророку. Здесь называется имя Захарии. Есть несколько персонажей с таким именем, но, по всей видимости, это разные персонажи. И здесь Захария, он совсем другой персонаж. Это разные Захарии, разные персонажи, хотя вот Идо, который здесь, Адда, Идо на самом деле в тексте в еврейском, это имя тоже встречается и тоже как в связи с Захарией. Вот поэтому были попытки, конечно, отождествлить разных Захарий, одного и второго, но следует сказать, что большинство современных исследователей все-таки разделяют их. Дарий, Дарьявыш, персидский царь, начинается летосчисление с его царствования и в книге Агеи, и в книге Захарии. Это второй год его царствования. В древности, в основном, по годам царствования того или иного царя строилась хронология. В данном случае персидская эпоха, поэтому персидский царь правит передней Азией, всем Ближним Востоком, и даже Египет персы захватили. Вот Дарий, Дарьявыш, с ним мы встречаемся в книге пророка Даниила. И вот здесь тоже этот самый Дарий. Начало персидской эпохи можно датировать 520 годом, так же, как и книга Агея. К нему Господь стал обращаться чуть раньше, в шестом месяце второго года царствования Дария. Здесь речь идет о восьмом месяце второго года. Но, в общем-то, они были современниками и действовали, пророчествовали в одно и то же время. Начала она с их пророчества в один и тот же год. Сравнение библейской истории с общемировой позволяет этот год вычислить. Это 520 год до Рождества Христова. Прошло 18 лет после эдикта Кира, эдикта о возвращении иудейского народа в Освоясе, в Иерусалим. 18 лет прошло, храм находился в запустении, согласно Агею построен, еще не был. Стройка все время оттягивалась, был такой долгострой. И поэтому Господь упрекает через Агея народ Божий, почему вы дома и находите в пренебрежении, в запустении, а себе вы домов хором понастроили. Здесь, в первой части книги Захарии, храм тоже занимает центральное место в его проповеди, проповеди Захарии, в его пророчествах. Здесь Захария назван пророком на Ви, и говорится, что к нему было слово Господне. Пророк. Дальше в 6 стихе будет говориться во множенном числе о пророках. Господь будет говорить, что он заповедал рабам своим пророкам, донести определенную весть, которую отцы, то есть предшествующие поколения, допленные иудеи, они не внимали пророческому слову. Вот и до плена, и в плену, и после плена Господь продолжал посылать свое слово через рабов своих пророков. Какое же слово слышит Захария? Слово Господне, которое он должен передать своему народу. Начинается. Второй стих читаем. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Этот великий Божий гнев проявился в том, что Господь отправил свой народ в изгнание. Иерусалим был разрушен, храм, место особого присутствия Божьего, Шхины, был разрушен и сожжен вавилонянами, и были уничтожены, уведены в плен последние помазанники на престоле Давидовом, Мащехи, там в плену они скончались. И, казалось бы, а где же те пророчества, а где же те божественные обетования, что потомки твои вечно будут сидеть на престоле моем? Вот один из этих потомков Зарававеля, которым будет идти речь дальше, потомок Давида и помазанник, который должен вроде бы царствовать, но иудеи так и не восстановили царство. Непонятны до конца причины, почему царство не было восстановлено, хотя достаточная степень автономности была и у иудеев. Могли бы быть цари, пусть вассальные по отношению к персидскому правителю, к персидскому монарху, но какая-то монархия, какое-то царское правление должно было быть. Из дальнейшего содержания книги мы увидим, что, возможно, была какая-то борьба двух партий среди возвратившихся в Уссалим и иудеев, сторонников светского правления и сторонников правления религиозного. И в этой борьбе, возможно, если эта борьба была, действительно, возможно, победили сторонники правления иерархического, сторонники правления религиозного. Читаем дальше. «Прогнялся Господь великим гневом. И ты скажи им, обращается Господь к Захарии, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Трижды Господь Саваоф, Господь Саваоф, Господь Саваоф. Не слова пророка, его весть – это не его мнение, а это слово повеления самого Господа Саваофа. Пророк должен только его передать. Обратиться, глагол «шув», существительное глагольное «тшува» – это значит вернуться, вернуться к Богу. Покаяться, обратиться – это вернуться к Богу. Вот что требует Господь. «Повернись ко мне, и я повернусь к тебе тогда. Не отворачивайся от Бога. Вернись на путь спасения». Вернуться, то есть жить по закону Божьему, хранить его заповеди и полностью подчиниться божественному руководству. Господь руководит своим народом через пророков и через заповеди. Отцы согрешили, они не послушались, Господь прогневался. Читаем, за что Господь наказал так отцов прошлые поколения иудеев. Они здесь названы отцами, потому что они отступили от Бога, не было социальной справедливости в обществе, процветало идолопоклонство во всех его самых отвратительных, омерзительных формах. Все это описывается в 4 книге царств подробно, за что Господь наказал сначала астерийским пленам, северное царство, потом вавилонским пленам, иудейское царство, этими нашествиями врагов, порабощением, пленением. Все подробно описывается. И здесь в книге Захарии мы описание этих грехов не находим подробного, но говорится, что Господь прогневался. Очевидно для читателей Захарии, за что прогневался Господь. И поэтому звучит призыв в 4 стихе. «Не будьте такими, как отцы ваши, в которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших». Вот. «Но они не слушались и не внимали мне», говорит Господь. Вот. Обратиться от злых дел, обратиться ко Господу, от злых путей, от злых дел, обратиться ко Господу. Такой призыв здесь как бы генеральный, что ли. Объединяются многие пророческие призывы, у разных пророков звучащие как бы в единый призыв, в единую тему. И действительно такой призыв или подобный такому призыв мы встречаем у многих пророков допленных, и у Исаии, и у Иеремии, и ранних пророков израильских Амоса и Асии. «Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить?» Где отцы? Вернулись единицы? В основном возвратились потомки этих самых отцов. И большинство иудеев были ассимилированы, расселись по просторам в Вавилонии. Где отцы? Жизнь их закончилась, земная закончилась плену большинства отцов. И вот где они теперь? Что с ними стало? Вопрос риторический. И пророки, будут ли они вечно жить? Конечно, нет. И в книге псалмов мы встречаем удивительные слова. «Эйн од нави». Нет больше пророка. Пройдет совсем немного, и умолкнет пророчество в Израиле, в послепленной Иудея, Агей, Захария, текст книги пророка Малахии, и все, завершаются пророческие писания. Почему пророческие писания завершаются? Потому что умолкает и устная проповедь пророков. И наступает время, так называемый межзаветный период, когда эта проповедь до времени умолкла. Потом придет Иоанн, и зазвучит вновь пророческая проповедь в Иудейской пустыне. Вот. Не будут вечно жить пророки, и не будет вечно звучать их проповедь. Она скоро умолкнет. Но не так со Словом Господним. Но слова мои, определения мои, которые заповедал я рабам, моим пророкам, разве не постигли ваших отцов? И они обращались и говорили. Так определил Господь Савов поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Пророки понимали суть происходящего со своим народом. А народ не понимал и чаще всего не внимал пророческой проповеди и отвергал ее. И вместо того, чтобы внимать пророкам, может быть, Господь помилует, улай, часто такое служебное слово используется, ставятся условия. Если не покаетесь, не обратитесь, будет наказание. Если обратитесь, говорили пророки до плена, может быть, Господь помилует нас и отменит свое наказание. Но не отменил. Почему Господь не отменил? Почему вавилоняне захватили Иерусалим в 586 году до Рождества Христова? Потому что народ не обратился. Удивительно, что и после плена необходимо все-таки народу обратиться. Да, уже нет грубых форм идолопоклонства. Да, народ старается жить по Торат-Муше, по заповедям Моисеевым и строить свою жизнь на основе этих заповедей, в том числе гражданскую свою жизнь, общественную. Но все-таки какая-то теплохладность, храм не достраивается, уныние какое-то, упадок, нет достаточной ревности в служении Богу и в восстановлении религиозной жизни в обществе. И поэтому Господь вновь призывает через пророка Захарию, как и через пророка Агея, обратиться. Дальше читаю. Да, это заканчивается 6 стихом 1 главы. Здесь пророчество. А вот дальше идет серия видений. И с 6-7 стиха 1 главы и фактически до конца 6 главы, первые 6 глав, основное их содержание – это описание тех видений, которые видит пророк Захария. Господь показывает ему какие-то видения, дальше следует истолкование этих видений, чаще всего через ангела, что тоже является показателем какой-то апокалиптического характера этих самых пророческих видений. Посредник ангел – это характерно для апокалипсисов, в отличие от классического профетизма, классического пророчества. Дальше идет серия этих самых видений, пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на недавно защищенную, успешно блестяще защищенную в Московской Духовной Академии диссертацию Владимира Бельского. Молодой библеист написал замечательную диссертацию научную, посвященную как раз анализу этих самых видений Захарии, видений, содержащихся в первых частях книги Захарии. Вот, то есть зрители канала «Экзегет» с этой диссертацией могут ознакомиться, она наверняка есть на сайте кафедры библеистики Московской Духовной Академии, а если там ее не обретается, тогда надо идти в библиотеку МДА, записываться и требовать, чтобы выдали вам в читальном зале эту самую диссертацию, и с ней всем очень рекомендую, с диссертацией Бельского рекомендую ознакомиться. Читаем о первом видении, седьмой стих первой главы. В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, это месяц Шват, речь это все о том же втором году царствования царя персидского Дарьявыша, Дария синодального перевода. Вот этот Шват, зимний месяц, известный праздник из Туби-Шват, когда растения высаживают, это месяц Шват, во второй год Дария, все тот же второй год, «Было слово Господник Захарий, сыну Варахину, сыну Аддаву, пророку. Видел я ночью». То есть какое-то слово было ему во время видения, Божье слово. «Видел, говорит, я ночью. Вот муж на рыжем коне стоит между миртами». Мирт – это такое дерево, куст, «который в углублении, те самые кони, а позади него кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они». Посредник аллегории какие-то, черты апокалиптической письменности. Апокалиптика возникает из пророческой литературы, это своего рода отпрыск, дщерь классического профетизма, апокалиптика. Очень много апокалипсисов в межзаветный и раненого заветный период. Апокалипсис Иоанна, апокалипсис Петра, апокалипсис Варуха. Огромная апокалиптическая литература, но корни ее в классическом пророчестве, она прорастает как бы из него. Иоэль, пророк Захария, Захария, первые главы Езекииля, Ехискеля, вот они уже носят черты, черты, те, которые позднее разовьются, апокалиптические черты, литературные по стилю. И сказал я, кто они, господин мой? Сказал мне ангел, говоривший со мной, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. Непонятно, этот муж и ангел, одно и то же лицо, или разные лица здесь из текста непонятные. Отвечали они ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. Вот эти ангелы, эти кони, эти масти коней, заставляют, конечно же, вспомнить о апокалипсисе Иоанна, новозаветном апокалипсисе. Там тоже самое, кони, и ангел, и в общем-то, те же самые образы. Это все видит в видении. Наверное, это было ночное видение, сонное видение Захарии. Отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, ангел здесь ходатайствует за иудейский народ. Может быть, это архангел Михаил, ангел-хранитель израильского народа. Может быть, какой-то другой ангел, имя его не названо здесь. Ангел вступается за народ и говорит, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет. 520 год, 70 лет, да, прошло 70 лет после разрушения разрушения Иерусалимского храма. 586 год, 520, 520, 66 лет. Поэтому здесь округляется, видимо, до 70. На самом деле, получается 66, да, 520, 586, 66 лет. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. Между прочим, года, их надо иметь вот в виду всегда, что часть года, когда производится подсчет, хронологически, часть года принимается тоже за год. Поэтому, может быть, не 66, а 68, если еще две части года, не полных года, то можно увеличить на два. «И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великую». Здесь посредником между пророком и Господом является вот этот ангел. Не напрямую Господь сообщает, а через ангела. Вот здесь уже классическое пророчество перерастает в апокалиптическое пророчество. Одна из характернейших черт апокалиптики это ангел-посредник истолковывающий видения и аллегории. «И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». Народы живут в покое, мир, безопасность, и при этом они не терпят никаких бедствий, живут в покое, в мире, но угнетают народ Божий, народ израильский до времени. Наступит день и час, когда Господь отмстит за свой народ. И об этой месте много говорится у пророков, в том числе в первой части книги Захарии. И вообще у Захарии говорится об этом много. Почему? «Посему так говорит Господь, я обращусь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудиться дом мой». До сих пор не сооружен. Восемнадцать лет как воротились, а все не сооружают. Упрек в книге Агея звучал очень громко. Здесь вот такой же косвенный упрек, но Господь обещает, что действительно обратятся иудеи и соорудят дом Господень, храм то есть. И землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Землемерная верфь, отстроятся стены, стены будут строиться долго, долгие десятилетия, с трудом, книга не имея, говорит об этом. «Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Господь навеки избрал Иерусалим, это его святой град. В эсхатологические времена, в эсхатологическом будущее Иерусалим будет столицей мира, столицей всей вселенной. Да, иногда в видениях апокалиптиков это небесный Иерусалим, который сходит на место земного Иерусалима. Вспомним картины, которые рисует перед нашим взором и Езекииль, и Иоанн в своем апокалипсисе в Новом Завете. И Господь навечно избрал Иерусалим, избрал гору Сион. И никаких ведь царств государств не будет, а будет единое царство Божие по всей земле и столица этого царства, конечно же, святой град Иерусалим. Некоторые мечтают о Москве как в Третьем Риме, а христиане мечтают о небесном Иерусалиме, о Царстве Божьем. Царстве Божьем во время торжества которого других государств уже не будет. Нам нужен мир, в котором не будет других государств. Некоторые вот говорят, а зачем нам мир, в котором нет России? А зачем нам мир, в котором нет Соединенных Штатов? Зачем нам мир, в котором нет Китая? А мы скажем, христиане, Нам нужен мир, в котором нет никаких государств, кроме Царства Божьего. И этот мир наступит, этот вожделенный и чаемый пророками мир, и чаемый нами, и этому Царству Божьему, этому миру Божьему не будет конца. Дальше пророк описывает то, что он видит. «И поднял я глаза мои и увидел вот четыре рога». Рог имеет двоякое обычно значение, как символ, как образ. Это и противление Богу, это и сила, и мощь, которую Господь дает. То есть разное значение со знаком плюс, со знаком минус. Здесь вот эти четыре рога, он не понимает пророка, как их истолковать, что это значит. «И сказал я ангелу, говорившему со мной, и он ответил мне, спросил, что это? Это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. То есть это богопротивные силы, враждовавшие с Богом и народом его, и разметали, разбросали, как бодливая корова. Она атакует, она разрывает тело человека, если бодает его, да, на части, на клочки. Вспомним Памплону, в Испании, да, люди убегают от быков разъяренных, а те атакуют их, догоняют, пронзают своими плоть человека, бодают и разрывают ее на куски, вырывают целые куски из человеческой плоти своими рогами. Вот здесь эти самые сирийцы, вавилоняне, они представлены как роги. Вот аллегория. Аллегория, в отличие от притчи, образы в аллегории всегда имеют одно единственное объяснение, одно единственное толкование, тогда как притча может иметь несколько и даже много объяснений и столкований. Вот. Это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. «Потом показал мне Господь четырех рабочих, работники четыре, или раба, или работники, и сказал я, что они идут делать, идут куда-то на труд, трудиться каким-то трудовым свершением. Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». То есть здесь это хорошие персонажи, здесь в этом видении. И они как раз эти рабочие противостоят, эти добрые силы Божьи противостоят тем злым силам мировых царств, мировых государств, империи, претендующих на мировое господство, которые враждуют против Израиля, против Иудеи. И терзают народ Божий, разбрасывают его по всему лицу земли, а четыре рабочих как раз идут противостать этим злым богопротивным силам и идут сбить роги этих народов, то есть всю их власть, гордыню. «Не поднимайте, — говорит псалмопевец, — высоко рога вашего, не превозноситесь над Богом и народом его». Господь шибет эти роги, и бодливые корове, как известно, рога обрезают. Для кого интересует более подробное объяснение этих пророчеств, их подробный анализ и текстологический, и смысловой, и семантический, и всякий, еще раз рекомендую обратиться к диссертации Владимира Бельского, посвященной вот этим самым видением книги Захарии, видением, содержащимся в первых шести главах книги Захарии. Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует...